Здравствуйте! Вы смотрите программу событий в студии Виктория Шарея. Сегодня в выпуске. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Ситуация с COVID-19 в регионе продолжает оставаться напряженной. Ход вакцинации обсудили на оперштабе по предупреждению распространения коронавируса. Его провел губернатор Дмитрий Азаров. Основные тезисы в нашем сюжете. За минувшую неделю число заболевших коронавирусом уменьшилось на 13%. Это коснулось всех возрастных групп. Наибольшее снижение отмечено в группе от 7 до 14 лет. Меньше стали болеть и люди в возрасте от 30 до 49 лет. Самые высокие показатели по-прежнему в группе 65+. Незначительный рост заболеваемости отмечен среди работников пищевой промышленности, общепита, ЧОП, а также сферы услуг. Количество заболевших ОРВИ за неделю выросло на 10%. В Тольятти есть случаи заболевания гриппом. В этой связи Дмитрий Азаров еще раз акцентировал внимание на важности работы со старшим поколением. Охват вакцинации в этой категории населения пока недостаточен. Коллеги, это еще раз говорит о важности и первоочередности работы со старшим поколением. Еще раз для вас всех, это было уточнение, коллеги. У нас, к сожалению, старшее поколение охват вакцинации ниже, чем в среднем по тому или иному муниципальному образованию. Ну, значит, риски и угрозы совершенно другого уровня. Совершенно другого уровня. Все вы это понимаете. Но усилий здесь по-прежнему, на мой взгляд, недостаточно, предлагается. По словам министра здравоохранения Самарской области Армена Беняна, в госпиталях проходит лечение 2891 человек с COVID-19 и подозрением на него. Что касается коечного фонда, принято решение в преддверии новогодних праздников оставить в резерве 1200 мест на случай ухудшения ситуации. Темп вакцинации снижается. За 50-ю неделю прививки сделали чуть более 33 тысяч жителей, в то время как на прошлой неделе более 46 тысяч. Всего в области первым компонентом привито более 1 миллиона 600 тысяч жителей. Это почти 80% от запланированного. Повторную вакцинацию прошли почти 214 тысяч человек, то есть 57% от плана. Губернатор обратил внимание, что по данным Роспотребнадзора наибольшее количество заболевших в Отрадном, а темпы вакцинации самые низкие. Глава региона поручил Минздраву направить в муниципалитет комиссию, которая на месте разберет причины. Отправляйте туда свою комиссию, разбирайтесь там, что делает главный врач, как проводится работа. Оценка неудовлетворительная по вашей работе. Попрошу вас в кратчайшее время исправить ситуацию, добившись заметных значительных результатов. Отдельный вопрос был посвящен организации чартерных рейсов в новогодние праздники. Как доложил министр транспорта и автомобильных дорог Самарской области Иван Пивкин, с 25 декабря 2021 года по 10 января 2022 запланировано 88 чартерных рейсов по 16 международным направлениям. В том числе в Турцию, Египет, Объединенные Арабские Эмираты, Венгрию, Узбекистан, Киргизию, Азербайджан, Армению. Эти направления не входят в число тех, где есть риск заражения штаммом омикрон. Однако терять бдительность нельзя. Необходимо всех приезжающих тестировать, вне зависимости от того, откуда они прилетели, отметил губернатор. Работы по расчистке города от снега велись всю ночь. К утру более чем на 85% расчистили дороги, подъезды к объектам социальной сферы, остановки общественного транспорта. Об этом говорили на совещании в департаменте ЖКХ, которое провела глава Самары Елена Лапушкина. Подробности в нашем сюжете. Городские дороги, подъезды к объектам социальной сферы, остановки общественного транспорта в Самаре расчищены более чем на 85%. Город от снежного плена освобождали всю ночь. Об этом говорили на совещании в департаменте ЖКХ, которое провела глава Самары Елена Лапушкина. Не оставили без внимания общественные пространства, парки, скверы, набережную. Любимые места для прогулок самарцев. Всего их в городе 146. Некоторые из них требуют особого подхода. К примеру, садбаланса. В его обустройстве использованы разнохарактерные покрытия. При его расчистке от снега необходимо учитывать перепад фактур. Помимо асфальта, на некоторых дорожках сквера использован гравий. Во время механической чистки он может быть поврежден. Чтобы этого избежать, расчищать будут только асфальтированные дорожки сада. А в местах с гравийным покрытием снег будут утрамбовывать. То же касается и обновленной вертолетной площадки. Там расчистят только прогулочные зоны. Кроме того, главы районов доложили об алгоритме действий при получении информации об изменениях погодных условий. Работа налажена, срывов быть не должно. У нас с вами уже давно отработаны технологии по передаче информации, по контролю за ситуацией и по взаимодействию с управляющими компаниями. Самое главное, вот эту технологию и эти договоренности все выдерживать. Городские власти несут ответственность за УДС, тротуары. За внутриквартальные проезды отвечают главы районов, в их ведомстве и работы управляющих компаний, каждая из которых должна понимать, когда проводить расчистку в веренной ей территории, не нарушая привычного ритма жизни жителей. Как подчеркнул первый замглавы Владимира Василенко, тракторы должны заступать на уборку территории до того, как люди отправятся на работу и по делам. Потом освобождать дворы, чтобы жители могли беспрепятственно из них выехать. И уже затем снова чистить, захватывая освободившиеся парковочные карманы. Особое внимание следует уделить уборке внутриквартальных проездов и подъездов к контейнерным площадкам в период новогодних праздников. И я обращаюсь здесь, и к районам, и обращаюсь, Олег Владимирович, к муниципальным предприятиям. Подъезды к контейнерным площадкам, это протокол запишите, Мы обязаны расчистить, потому что действительно вывоз мусора нужно проводить ритмично. Все будут дома, и мусора будет в два-три раза больше, нежели его у нас в обычные дни. Прошу отдельно по дворовой территории, чтобы все контейнерные площадки в первую очередь расчищались. Первый замглавы города также призвал рекоператора после окончания праздников в своевременно вывозить с контейнерных площадок елки. Виктория Шарая, Константин Головин, События. От бордюра до бордюра сегодня ночью по городу курсировал специальный автопоезд, состоящий из пяти снегоочистительных машин. Подробнее расскажет Мария Левина. За рулем тяжелой техники Анвар Рамазанов почти 20 лет. В этом году пересел на машину поменьше и поманевреннее, чистит тротуары от снега. Обычно тротуары вот это хорошо очистили. Оно потому что маленькое, везде это пролазит. Раньше на катках, в общем, работал, на бульдозерах. На уборку города в минувшую ночь было мобилизовано порядка 200 единиц техники. Более 70 самосвалов вывезли почти 2000 тонн снега на полигоны. Дорожники трудятся в круглосуточном режиме. На ночную смену рабочие выходят в 8 часов вечера и работают до 8 утра. Этой ночью по Самарским улицам курсировал специальный автопоезд. Колонна из пяти машин расчистила городские магистрали от снежного покрова. Особое внимание уделили обочине. Особое внимание уделяют также приведению в порядок тротуаров, пешеходных переходов, остановочных площадок, подъездов и подходов к социальным учреждениям. Самарцы старания городских служб замечают и благодарят за усиленную работу. Его не так много выпало, чтобы какая-то проблема из этого я увидел. Я не вижу проблемы, что его не успевают убирать. Проблем я никаких не вижу с уборкой. Идем, тут работает оборудование. Приятно. Завтра утром люди пойдут почистить дорогу. В ближайшее время служба благоустройства и подрядчики продолжат уборку снега в усиленном режиме. А сразу после этого обработают тротуары антигололедными средствами. Мария Ильевна, Григорий Плешаков. События. Общественный транспорт доступный каждому пассажиру. В Самаре на линию вышли современные троллейбусы, которые оборудованы для удобной посадки инвалидов-колясочников. Насколько комфортен транспорт нового поколения и какими еще функциями он порадует своих пассажиров, расскажет Максим Магомедов. Представители общественной организации инвалидов-колясочников оценили новые троллейбусы «Атмирал» на 5 баллов. Современный электротранспорт появился в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги». Главное отличие новых машин от старых – повышенный комфорт. Транспорт стал более удобным для людей с ограниченными возможностями здоровья. Троллейбус оборудован пневматической системой подвески, которая позволяет ему опускаться до уровня тротуара. В салон маломобильные граждане попадают, используя раскладной пандус. В некоторых случаях им помогает водитель. В салоне есть площадка, специально предназначенная для размещения колясочника. Она обозначена специальным символом на полу. Там есть крепления, ремни, которыми можно пристегнуть такого пассажира. И то средство, на котором он передвигается, рядом размещен валидатор, который тоже на удобной высоте. Можно даже с коляски дотянуться, приложив свою карточку. Рядом с местом для инвалидов находится кнопка вызова водителя, нажатие на которую проинформирует его о намерении пассажира с ограниченными возможностями выйти на остановки. Есть такое понятие «право на город», «право жителей на свой город». И каждый человек, независимо от его особенностей, должен это право иметь. И он должен это право использовать и применять. Я хочу сказать слова благодарности администрации города Самара, которая покупает транспорт, который полностью приспособлен для людей с инвалидностью. Такой транспорт, он повышает качество оказания услуг пассажирам с инвалидностью. Для того, чтобы помогать инвалидам-колясочникам, необходимо обладать определенными знаниями. Низкий уровень подготовки ассистента может нанести ущерб здоровью маломобильных граждан. Поэтому в ближайшее время для сотрудников транспортного предприятия планируют провести обучение. Организуем у нас на территории всех наших шести депо практически занятия с нашими водителями, с нашими кондукторами для того, как правильно общаться с такими гражданами, как им оказать посильную помощь, потому что, ну, прежде всего, это наша культура и культура нашего предприятия. Уровень комфорта в новых троллейбусах стал значительно выше. Это первый в Самаре подвижной состав, который оснащен кондиционерами. Кроме того, на экране с бегущей строкой пассажиры могут узнать актуальную информацию о температуре воздуха за окном и внутри салона, а также получить информацию о следующей остановке на маршруте. Во время поездки самарцы могут воспользоваться Wi-Fi-сетью для доступа в интернет и подзарядить свои гаджеты при помощи установленных USB-разъемов. Михаил Ермоленко, Максим Магомедов, Константин Головин. События. Далее вас ждут новости экономики. Их подготовила Светлана Кудрявцева. Светлана, здравствуйте. Приветствую вас, Виктория, уважаемые телезрители. Действительно ли российские власти хотят сдержать цены на автомобили? Да, сейчас разрабатываются меры, но сначала поговорим о ставках по ипотеке. Решение Банка России вновь повысить ключевую ставку приведет к подъему ставок по ипотеке на новостройки до 10%, заявил глава Института развития в жилищной сфере Дома РФ Виталий Мутко. Он уточнил, что сейчас на льготную ипотеку приходится около 30% выдаваемых кредитов, остальное – это займы по рыночным ставкам, в основном на покупку готового жилья. По данным Центробанка, на 1 ноября средневзвешенная ставка по ипотечным кредитам в России составляла 7,7%, а уже на 19 декабря она поднялась до 9,5%. Рост ставок может замедлить темпы выдачи ипотеки в следующем году. Напомню, что в прошлую пятницу Центробанк повысил ключевую ставку на 1 пункт до 8,5%. Минпромторг предлагает ограничить 10% максимальную наценку официальных дилеров при продаже новых машин. Власти выступили за то, чтобы лимит действовал даже в периоды пикового спроса. Вместе с тем в ведомстве отметили, что цена останется выгодной для дилеров. Инициативу в Минпромторге объяснили тем, что на фоне огромного спроса и нехватки машин дилеры продают автомобили с неоправданно дорогими дополнительными опциями, несмотря на рекомендованные розничные цены. Представители министерства уже обратились в Федеральную антимонопольную службу по этому вопросу. Аналитики Яндекса выяснили, что большинство людей выбирают подарки, праздничные наряды и продукты к новогоднему застолью в последний момент. В декабре резко увеличивается число запросов со словом «купить» и отслеживанием посылок в сравнении с любым другим месяцем года. Самым удобным способом доставки россияне считают самовывоз. Треть опрошенных предпочитают курьера. Большинство людей откладывают покупку подарков на третью неделю декабря. На этот период приходится в полтора раза больше запросов, чем на первые две недели. Из-за этого в последние дни года нагрузка на бизнес и логистику максимальна. При этом, чтобы получить подарки быстрее, 20% респондентов готовы доплатить за экспресс-доставку. Многие магазины предлагают бесплатную доставку при заказе на определенную сумму. И по данным опроса, женщины, чаще мужчин, добавляют дополнительные товары в корзину, чтобы не платить за доставку. Официальный курс доллара на 22 декабря – 73,82 рубля. Доллар потерял 47 копеек. Евро – 83,32 рубля. Европейская валюта снизилась на 30 копеек. Нефть марки «Бренд» – 72,47 доллара за баррель. На этом пока все. Оставайтесь с нами и будьте в курсе. Более 340 новых рабочих мест и современное российское оборудование. На предприятии ОДК «Кузнецов» открылся центр специализации под названием «Компрессор». На новом высокотехнологичном производстве будут делать комплектующие для компрессоров газотурбинных двигателей, а также собирать готовые изделия. О том, как модернизируются главные двигатели строительный завод региона, расскажет Михаил Ермоленко. Почти 17 тысяч квадратных метров. Самый крупный цех, открытый в последние годы. Новый производственный комплекс на предприятии ОДК «Кузнецов» впечатляет не только размерами, но и оснащенностью. 45 единиц нового оборудования. Фрезерно-токарные, шлифовочные и сверлильные станки. Все это, чтобы изготовить важнейшую деталь газотурбинного двигателя – компрессор. На торжественной церемонии открытия нового производственного цеха под названием «Компрессор» побывал глава региона Дмитрий Азаров, индустриальный директор авиационного комплекса госкорпорации «Ростех» Анатолий Сердюков и генеральный директор предприятия Александр Артюхов. Очень важно, что мы, сохраняя компетенции, восстанавливая традиции, создаем прочную базу современных разработок из-за дел на не то что несколько лет, зачастую на несколько десятилетий вперед. Вот благодаря этим новым производствам сегодня у нас наш флагман производства двигателей, ОДК «Кузнецов» обеспечен заказами уже на 6-7 лет вперед. Разработки действительно самые современные. Благодаря новым станкам работники цеха смогут не только создавать детали для компрессоров газотурбинных двигателей, но и собирать воедино все комплектующие. На новом месте будут трудиться более 340 человек. Они смогут производить порядка тысячи компрессоров в месяц. За последние три года «Кузнецов» и само предприятие прошло достаточно серьезный путь с точки зрения модернизации, но и нового совершенно уклада индустриального. И вот этот центр специализации, который мы сегодня открываем, он, конечно, позволит нам нарастить объемы практически в два раза. Все оборудование современное, потому что авиационные двигатели – это всегда повышенные требования к точности. Это специальные станки, это специальные металлы. И вот это все будет организовано. За последние годы в модернизацию двигателя строительного предприятия инвестировали более 12 миллиардов рублей. Только в создание нового производства вложили больше 4 миллиардов. Кроме того, на торжественной церемонии открыли отреставрированный цех инструментального производства, на котором устаревшие токарные станки заменили на новые, с компьютерным управлением. На объекте будут производить свыше 4 тысяч видов продукции ежедневно. Михаил Ермоленко, Григорий Плешаков. События. Они достигли заметных успехов в профессиональной или общественной деятельности, вынесли большой вклад в развитие Самарской области, совершили яркие и благородные поступки. В Самаре подвели итоги областной общественной акции «Народное признание». Победителей поздравил губернатор Дмитрий Азаров. В зале собрались почетные гости, в том числе и глава города Елена Лапушкина. Кого отметили, расскажет Светлана Кудрявцева. Лучшие в своем деле. Они приходят на помощь, спасают жизни, хранят память о прошлом, продолжают славные традиции и достигают высот в творчестве и спорте. Губернатор Дмитрий Азаров поздравил победителей общественной акции «Народное признание», которых выбрали сами жители региона. Я очень рад тому, чтобы не забывали говорить свою благодарность всем, кто ее заслуживает. В этом году почти 800 тысяч голосов наши с вами земляки отдали за определение людей, коллективов, которые мы сегодня воздаем в отчестве. Конечно, такая массовость, такое признание горогонцев. 529 заявок, 60 номинантов и 18 победителей в шести номинациях. Заведующий урологическим отделением педиатрического корпуса больницы имени Середавина Сергей Терехин стал лучшим в номинации «Герои нашего времени». В 2018 году он провел сложнейшую операцию подростку с травмой единственной почки и фактически вернул его к жизни. Конечно, эти признания, мне кажется, очень важны для нас, потому что это передает нам силу, уверенности, что мы занимаемся, ну, понятно, что нужным делом, но это вдохновляет нас. Нужным делом занимаются и волонтеры. Второй год они помогают медикам бороться с пандемией, не оставляют без поддержки пожилых и одиноких людей. Народное признание получила координатор волонтерского штаба акции «Мы вместе в Чапаевске» Екатерина Японешникова. Конечно, эмоции потрясающие, и это действительно приятно и ценно, когда твою работу и твой труд оценивают на самом высоком уровне. Победителей выбрали также в номинациях «Признание и уважение», «Память и слава», «Наследники победителей», «Единство и успех». Акция прошла в 14-й раз. За эти годы на народное признание поступило более 7 тысяч заявок. Я хочу вас искренне поблагодарить за ваш труд, за вашу ответственность, за ваше терпение и за взаимопонимание. Спасибо вам большое. Доброго вам всем здоровья. И следующий год совершенно точно будет радостно и счастливо. Я в это верю, а когда поверим все, так и будет. На церемонии награждения губернатор Дмитрий Азаров также присвоил звание почетного гражданина Самарской области, заведующему кафедрой российской истории Самарского национального университета Петру Серафимовичу Кабытову. Светлана Кудрявцева, Григорий Плешаков. События. Тысячи праздничных залпов вскоре украсит Самарское небо. По традиции, в новогоднюю ночь жители города запускают фейерверки. Существует предположение, что их прародителями были куски зеленого бамбука, которые взрывались, когда их бросали в костер. Таким образом, некоторые народы отгоняли злых духов. С изобретением пороха празднование Нового года не обходится без пиротехники. Самарцы уже закупают бенгальские огни, петарды и салюты. Как зажечь в новогоднюю ночь без риска для здоровья, выяснили наши корреспонденты. Одним из главных развлечений в новогоднюю ночь является запуск салютов. Порадовать себя праздничным фейерверком можно от тысячи рублей за 16 залпов. Устроить красочное шоу в ночном небе обойдется самарцам в 25 тысяч. Зажечь искрящиеся бенгальские свечи можно по цене 60 рублей за упаковку. Большой популярностью пользуются простые петарды, стоимость которых чуть больше одного рубля за штуку. Чтобы праздник не превратился в несчастный случай, необходимо покупать пиротехническое изделие только в проверенных местах. Продажа пиротехники не в специализированных магазинах может привести к травмам, так как она может оказаться в несертифицированной продукции. Может привести к тяжелым последствиям. Поэтому следует покупать только в специализированных магазинах. Пиротехнику не должны продавать лицам младше 16 лет. Продавец обязан убедиться в возрасте покупателя. Если для этого он может потребовать паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. Потребитель вправе ознакомиться с документами, которые подтверждают сертификацию и безопасность пиротехнического изделия. Если продавец отказывается их показать, то от покупки такого товара стоит воздержаться. В случае сомнения в качестве приобретенного товара необходимо обратиться в Роспотребнадзор. При выборе пиротехнического изделия потребителю необходимо обратить внимание в первую очередь на упаковку. Упаковка не должна быть повреждена. Кроме этого, у покупки должна быть маркировка в соответствии с техническим регламентом. Обязательно должно быть указано это наименование пиротехнического изделия, класс опасности, наименование лица, изготовившего данное пиротехническое изделие, его юридический адрес. Также обязательно должен быть указан срок годности данного товара. Приобретенные салюты и фейерверки необходимо правильно хранить. Лучше всего в теплом сухом помещении, защищенном от попадания прямых солнечных лучей. Не рекомендуется держать пиротехнику вблизи нагревательных приборов. Перед использованием нужно внимательно ознакомиться с инструкцией, где как раз записаны и минимально допустимые расстояния для безопасного запуска, способов установки, способов зажигания, безопасной минимальной зоны до строений зданий, сооружений, скорости ветра, при какой допускается данный запуск пиротехники. Это все написано в инструкции, а также как раз способ утилизации. Перед запуском салюта его необходимо надежно закрепить от опрокидывания. Для этого можно приобрести специальное удерживающее устройство. В случае, если фейерверк не сработал, то категорически запрещено его пинать или перемещать. Также не стоит поддаваться любопытству и заглядывать внутрь. Необходимо выждать примерно 7 минут, после чего закидать пиротехническое изделие снегом или опустить в ведро с водой, чтобы исключить возможность горения фитиля. Тем, кто собирается уехать из дома на новогодние праздники, сотрудники МЧС рекомендуют плотно закрывать окна своих квартир. Не исключена возможность возникновения пожара по причине нарушения правил использования пиротехнических изделий. Во время празднования прошлого Нового года в Тольятти зафиксировали случай попадания фейерверка на балкон многоэтажного дома. Светлана Кудрявцева, Максим Магомедов, Григорий Плешаков, Николай Епифанов. События. На этом выпуск подошел к концу. Продолжайте читать наши новости на официальном сайте Самары ГИС, в телеграм-канале и на страницах в социальных сетях. Все вам доброго и до встречи. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 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 МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА